МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости ТВК в студии Виктория Лопатайте. Здравствуйте. И мы начинаем. В Красноярске под колеса автомобиля случайно попали пешеходы. ДТП произошло около 6 часов вечера в субботу на перекрестке переулка Телевизорной улицы Высоты. Как новостям ТВК рассказали в пресс-службе ГИБДД, у поводителя ехали на разрешающий сигнал светофора, но при повороте один не пропустил другого, из-за чего и произошло столкновение. От удара машину отбросила на двух пешеходов, которые как раз начали переходить дорогу. Сбитых мужчину и женщину с травмами доставили в больницу. Сбил шлагбаумом и остался безнаказанным. Эта история произошла на базе отдыха Леневский берег в Шарыповском районе. Скорее всего, нетрезвые посетители на автомобиле хотели заехать на территорию базы, однако персонал им отказал. В ответ водитель разогнался и сбил шлагбаум автомобиля. Железная труба отлетела прямо в администратора. В результате женщина оказалась на земле без сознания. К нам в редакцию обратился сын пострадавший. Он рассказал, что после этого случая его маме предстояло операция и длительное лечение. Однако на водителя управы до сих пор не найти ни к уголовной, ни к административной ответственности в прокуратуре Шарыповского района. Его привлекать не хотят. Пострадавшая сторона связывает это с тем, что якобы жена мэра города Шарыпово является владелицей этой базы. Поэтому предавать огласку делу просто боятся. Новости ТВК будут следить за этой историей. Без света и воды сегодня на несколько часов остались жители сразу двух соседних красноярских городов. В 15.40 произошла авария на узловой электроподстанции, от которой запитаны Железногорск, поселок Подгорный и Сосновоборск. Вместе со светом у жителей этих населенных пунктов в домах исчезла и вода. Специалисты объяснили это тем, что насосы тоже работают от электричества. Аварию устранили в 6-м часу вечера. Что не дождь, то потоп. Накануне после сильного дождя красноярцы тонули в традиционных для этого местах. В разных районах города автомобили наполовину в воде бороздили проезжую часть. Причина все та же. Отсутствие необходимого количества ливневых канализаций на дорогах. Поэтому бороться уже с привычной экстренной ситуацией выезжала спецтехника, которая откачивала воду. Например, на улице Молокова машина собрала больше 6 баков воды. Напомню, ровно месяц назад в Красноярске была такая же картина после дождя, когда выпала четверть месячной нормы осадков и утонуло в лужах больше 200 машин. Тогда коммунальщики обвинились синоптиков в низкой информативности прогнозов погоды, а красноярцы, департамент городского хозяйства, в плохой работоспособности. Потому что на миллионный город они вывели откачивать воду чуть больше 10 машин спецтехники. Но больше от ливня пострадали не дороги, а помещения. Так полностью затопленной оказалась частная фотостудия на улице Молокова. Вода хрестала прямо из трещин в стене. По словам хозяйки фотостудии, это помещение занимает полтора года, и этот потоп второй за последние два месяца. За помощью девушка обратилась к застройщику, однако строители лишь причину назвали просадка грунта, а никаких работ проводить не стали. Я писала претензию застройщику. Официального ответа я не получила. Но ребята, строители приходили, смотрели все, обследовали, сказали, что да, мы обязательно это все сделаем. Может быть, просто не успели до дождя сделать. Всякое бывает. Естественно, в холлах у меня использован ламинат. Он сегодня размок до такого состояния, что мне придется его менять. В других залах, которые тоже могут пострадать при большом сильном дожде, там постелен деревянный пол. Если намочится он, его тоже придется менять, но это уже более дорогостоящая процедура. Точную сумму убытков Наталья пока назвать не может. Надеется, что пол все-таки высохнет, и ламинат не придется менять. Но вот в ТРЦ «Планета» точно придется обследовать, и, возможно, даже чинить крышу помещения. Она тоже не выдержала мощный дождевой поток. Это видео сняли посетители комплекса. На кадрах видно, град повредил кровлю, и вода стекает прямо в торговый зал. О неудачах нашей паралимпийской сборной, затянувшемся строительстве развязки на Брянской, и попытке теракта в Крыму. Наша рубрика «Итоги недели» смотрим. Красноярские спортсмены-инвалиды не поедут на Паралимпиаду в Рио. Международный паралимпийский комитет принял решение не допускать российских спортсменов к участию в играх. Официальная причина – допинг-положительные пробы. В числе национальной сборной оказались трое красноярцев с инвалидностью. Их тренеры уверяют, спортсмены не принимали запрещенных препаратов, и в то, что они могут остаться без игр, верят с трудом. Сами спортсмены продолжают тренироваться в прежнем режиме, поскольку надеются отстоять свою правоту. К слову, Паралимпийский комитет России собирается обжаловать решение в спортивном арбитражном суде. Так как все равно рассчитываем на то, что после дальнейших разбирательств нас допустят, желание было тренироваться еще больше, чтобы еще лучше показать результат. Особых эмоций нет. Верим, если поедем, то бороться. А последнего. Чтобы сдать развязку на Брянске, у строителей есть два месяца. Именно такие сроки обозначил глава города во время выездной инспекции. Работами мэр остался недоволен. В самой же фирме причиной отставания от сроков называют сложную схему финансирования. Головной офис компании находится в Новосибирске, где и принимаются все решения. Мэр назвал такие заявления спекуляцией, поручил администрации каждый день проверять выполненные работы и динамику поставки стройматериалов. Напомню, возведением развязки занимается компания СибМост. Сроки сдачи переносились несколько раз. Изначально объект должен был сдаться еще в 2014 году. Сейчас называется дата 1 ноября, но на данный момент развязка готова лишь на 60%. Я остался недоволен этой проверкой. Почему? Потому что темпа работы недостаточная. Количество людей, которые работают на строительной площадке, недостаточно. Здесь работает сейчас 60 человек, а должны работать 100 человек. По нашим расчетам 100 человек в три смены. Строители часто спекулируют тем, что кто-то недопоставил какой-то материал, арматуру, бетон. С учетом важности этого объекта, с учетом ситуации, которая на этом объекте сложилась, мы вынуждены, как няньки, волнительно перепроверять, контролировать работу подрядной организации. Сотрудники ФСБ в среду объявили о предотвращении террористического акта в Крыму. По данным спецслужб, атаку пытались организовать украинская диверсионно-террористическая сеть, чтобы испугать туристов и вызвать массовый отток гостей из Крыма. На месте задержания российские силовики нашли 20 самодельных взрывных устройств с суммарной мощностью более 40 килограммов в тротиловом эквиваленте. Во время операции погиб сотрудник ФСБ. По факту подготовки терактов в Крыму возбудили уголовные дела, а в ФСБ заявили об усилении пограничного режима с Украиной. Дмитрий Коган, отбывающий наказание за смертельное ДТП, переведен в другую колонию, вероятнее всего в Старцево. Об этом на неделе сообщили родственники погибшей Евгении Савельевой. По их словам, этим переводом его спрятали от московской проверки. Ранее Коган отбывал наказание в колонии Сосновоборском. Потерпевшие уверены, для него были организованы комфортные условия, но находился там осужденный незаконно. Добавлю, что родственников жертв о переводе не предупредили, хотя по закону должны были. А виновник другой страшной аварии на этой неделе получил условный срок. Такое наказание вынес суд водителю автобуса, под колесами которого погибла женщина. Инцидент произошел в январе этого года на проспекте Свободный. Когда девушка выходила из салона, автобус начал трогаться, не закрыв двери. Пассажирка упала, а водитель этого не заметил. Суд приговорил мужчину на два года условно с лишением прав, а также на два года. Семья погибшей Красноярки считает наказание слишком мягким и будет его обжаловать. Я не согласен с таким решением, так как человек, который совершил наезд на пешехода, на пассажира, находится на свободе. Условно это, я думаю, в моем понимании. Очень мягкое вынесение решения суда, поэтому буду сейчас подавать на апелляцию. Возле суда, когда я уже вышел, были звонки ему, я стоял и разговаривал, кот до того, там чуть не улыбается, смеется. Никакого раскаяния с его стороны как бы нету. В эфире новости ТВК и мы продолжаем следить за главными событиями на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Партнер проекта «Мир сумок» предлагает ранцы с ортопедической спинкой для здоровья вашего ребенка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А в Красноярске тем временем отметили День физкультурника. В честь торжества организаторы устроили так называемый карнавал спорта. Сколько горожан приняли участие в фестивале и какие площадки были наиболее популярны, расскажем прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В бразильский ритм на острове Татышев начинается карнавал спорта. Сотни горожан приехали поддержать работников физической культуры в их профессиональный праздник. Каждый гость мог проявить себя практически в любом виде спорта, но больше всего людей привлекала массовая зарядка. К слову, проводится она не в первый раз. В среднем за год в нашем городе устраивают больше тысячи спортивных мероприятий. В участниках недостатка нет. Присоединиться к любителям спорта и здорового образа жизни могут все желающие, вне зависимости от возраста. К слову, на праздники можно было не только поиграть в баскетбол, волейбол, футбол. Или даже в шахматы, но и сдать нормы ГТО. Даже находившийся на празднике бывший заместитель губернатора края Сергей Сокол не смог удержаться и в тестовом режиме выполнил нормативы в соответствии с золотым знаком. Несмотря на то, что сейчас нормативы не зачтутся, так как в массовом порядке их начнут принимать с 2017 года, тем не менее тренироваться можно уже сейчас. Ведь чем лучше будет подготовка, тем выше результат. Я считаю, что я нахожусь в отличной форме. Сегодня уже пробежал 5 километров. Плюс вот здесь зарядка. Все хорошо. Настроение хорошее. Очень важно, что в нашем городе спортом занимаются все от мала до велика. Это и традиционное соревнование карапузы на старт, когда еще дети, не умеющие ходить, соревнуются между собой. Это и фестиваль возможностей. Это возможность для старшего поколения, для наших ветеранов участвовать в спортивной жизни. С каждым годом спортивная жизнь города начинает играть по-новому. Новые соревнования, фестивали, проекты. Именно так, постоянно развиваясь, День физкультурника приближается к своему столетнему юбилею. Елизавета Курочкина, Ольга Добриденко, Илья Заречный. Новости ТВК. Фигуры высшего пилотажа и самолеты времен Второй мировой. Это сегодня можно было увидеть на аэродроме в Кузнецово. Там состоялся пятый юбилейный салон частной авиации. Самые яркие моменты предлагаю посмотреть прямо сейчас. День физкультурника, Илья Заречный. Илья Заречный. Новости ТВК посвящает своей жене Ксении и своему сыну Максиму Сергеевичу. Ребята, как здорово, что можно что-то посвятить своим самым науэкспериментам. Встречательные стороны у Куркина с вами. Это специальная физическая подготовка. Это должен быть с ним. Иван Михалькевич, он летает порядка пяти лет. Он закончил нашу Сибирскую аэрокосмическую академию. А вот сейчас самолет присматривается, скажем так. И начинает управлять право разворотов. А православные сегодня отмечают медовый спас. Считается, что именно с этого дня начинается сбор меда и его освящение. По такому случаю на территории храма Рождества Христова раскинулись торговые ряды, где можно приобрести эту полезную сладость разных сортов. Свою продукцию представили пчеловоды со всего края. Основной сбор июльский. Это бодяк, осот, басилек. Ну, это светлые меда, они более ценные. А темные? Ну, темные как-то уже. Я считаю, что это светлый мед всегда лучше. Они делают спутники для Минобороны, а в свободное от работы время изобретают музыкальные инструменты. В честь 75-летия Красноярский завод «Радиосвязь» впервые за долгое время раскрыл свои двери для журналистов. Что сейчас происходит на одном из старейших и самых закрытых заводов нашего города, расскажем в сюжете далее. Целый оркестр в одном инструменте. Этот баян – любительская разработка сотрудников радиозавода. На нем можно исполнять любые мелодии, имитируя любые звуки, будь то скрипка, фортепиано или даже орган. Вот такой самодеятельностью журналистов встретили на радиозаводе. Одном из самых закрытых и засекреченных предприятий города. Основная задача радиосвязи – выполнение заказов под нужды обороны страны. Именно здесь уже 75 лет производят спутниковые и навигационные средства связи. Период выживания у нас тоже был. На сегодняшний день, учитывая, что база предприятия и заложенный фундамент этого предприятия был очень серьезный, мы его не растеряли. Вовремя, будем говорить, прошли и техническое переоружение. Вовремя мы сейчас омолодились. Сейчас радиосвязь – единственное предприятие в стране, где производят спутники, которые с точностью до единиц определяют расположение объекта. Применяются эти приборы в основном морской и речной навигации. В 2003 году Красноярский завод начал экспортировать свой продукт по России и странам СНГ. Но на самом деле поставки в другие страны отчасти нежелательны, ведь некоторые приборы и средства связи строго засекречены. Их производство в прямом смысле не выходит за стены завода. Все процессы от разработки до гарантийного обслуживания проходят на радиосвязи. К слову, в последнее время предприятие стало привлекать к сотрудничеству студентов красноярских университетов. Поддерживать высокий научно-технический уровень продукции, соответственно, ее конкурентоспособность сейчас невозможно без науки, без нахождения на передовых рубежах научно-технического прогресса. И это наряду с эффективной работой собственного конструкторского бюро предприятию удается с помощью и вузовских подразделений. Всего на предприятии сейчас 11 кафедр от разных университетов города. Интеграция заводов с вузами важна и продуктивна для обеих сторон. Ведь это и профессиональные кадры для предприятия, и новые направления для студентов. Елизавета Курочкина, Екатерина Кашучик, Николай Чистяков. Новости ТВК. В эфире новости ТВК, и мы продолжаем и сейчас проект Натальи Кечиной «Кинохроники Красноярия». Сегодня о том, как в 1983 году в Красноярском крае прошли Суриковские дни, посвященные 135-летию со дня рождения нашего прославленного классика. Суриковские дни в Красноярске. Они стали памятной страницей в развитии почина, Сибири, высокой культуры. В 1983 году целую неделю в Красноярске, да и во всем крае проходили просто грандиознейшие празднования юбилея Сурикова. В гости к нам приехали деятели культуры со всей страны, ну и, конечно, знаменитые потомки Василия Ивановича. Тогда еще здравствующий заслуженный художник России Михаил Кончаловский и правнук Никита Михалков. Мне достаточно ощущать то, что ты являешься частью этой культуры. В тебе текут сотни, не просто Суриков, а огромного, огромного, огромного древа, которое называется русская национальная культура. В селе Тесь Минусинского района, где любил делать эскизы Василий Суриков, была открыта картинная галерея, экспонатами, для которой щедро поделились художники страны. Удивительно, но галерея живая сейчас. В 2010 году на ее базе открылся сельский художественный музей. Помимо полагающихся тогда торжественных заседаний, праздничного пленума Союза художников, для гостей была предложена и неформальная часть – прогулки по Енисею на пароходе. «Сегодня утром стою и смотрю на ту сторону, где наша Сибирь и Красноярск. Так бы и полетел к вам», – писал из Москвы Суриков. Художественное училище, музей, торгашинские места, где родился художник – в общем, все, что связано у нас с именем Василия Ивановича, не осталось без внимания во время Суриковских дней. В Красноярске родилось не так уж много творцов, которые впоследствии получили всемирную известность. Суриков – из их числа. Сегодняшняя Сибирь другая, но Суриков и его заветы современны. Они также вдохновляют на творчество. Наталья Кичина, Новости ТВК. Проект создан при информационной поддержке красноярского кинографа. Жильцы недовольны обслуживанием, а сотрудники управляющей компании с зарплатами. Чем заканчиваются такие претензии в адрес друг друга? Смотрите в повторе проекта «Проверка» Юлии Мавшович. Сегодня мы разбираемся в хитросплетениях работы управляющей компанией «Юстис» на примере дома по адресу Словцова, 4. Вот парадный вход, который весь зарос паутиной. Хотя снятие паутины, как мы видим, входит в обязанности уборщицы. Влажную уборку в этом подъезде до второго этажа должны проводить ежедневно. Здесь сегодня явно не убирались. В этом подъезде стены точно не мыли. Но почему-то управляющая компания закладывает это в тариф и еще сообщает людям о том, что такая услуга существует. Здравствуйте, это диспетчерская. Что случилось? Шестой подъезд. Тут как раз при входе над головой разбитое стекло, но при хлопке дверей может просто кому-нибудь в голову воткнуться. Угу. Хорошо. Я записала. Спасибо. А когда... Буду надеяться, что моя заявка будет исполнена так же молниеносно, как оператор положил трубку. Наш разговор так быстро прервался, и я не уточнила, когда это было. На понедельник записана заявочка. А уборщиков какой техник контролирует? У нас есть техник по санитарии. Пускай она заглянет на Словцова 4 и посмотрит, какая антисанитария там творится. Очистка чердаков от мусора 6,5 тысяч рублей. Такое ощущение, что компания «Юстас» нанимала клининговую компанию, которая бы, уйдя отсюда, наверняка не оставила бы после себя такого мусора. За 2013 год компания «Юстас» потратила на текущий ремонт конструктивных элементов, куда входит фундамент, стены, фасады, перекрытие – 218 тысяч рублей. 218. Где ремонт? У вас много чего делать. На Словцова 4. Покажите мне, пожалуйста, план-график, что должно быть сделано в этом году. Дом перефинансирован на много большую сумму. И там ничего сейчас делаться не будет, пока по финансированию не станем в норму. Мы очень большие деньги затратили на этот дом. 600 тысяч рублей с одного дома. И что? С этих денег заплатите заработную плату людям, налоги. А сколько у вас человек в штате? В штате всего 12 человек. Всего 12 человек? А если умножить эту сумму, то получается 50 миллионов. Найдите зарплату хоть одну, у нас больше 50 тысяч. Не найдете нигде и никогда. Но 50 тысяч – это тоже неплохая зарплата. Да, конечно, хорошая, особенно в это время. То есть вы считаете, что это маленькая зарплата? Да это не зарплата, это зарплатишка. Вы все куда-то лезете, куда вас не просят. Почему? Да потому что. Нас просят об этом жители. Да никто вас не просит. Покажите мне заявление жителей, что они вас просят. Содержание и текущий ремонт. В январе этого года 21 рубль 76 копеек, а в апреле уже 23 рубля 23 копейки. Собрание жителями проводили? Конечно. Жители говорят, что в одностороннем порядке ваша компания подняла содержание текущего ремонта. Слушайте, нас уже прокуратура проверяла, жилищная инспекция проверяла. И что вам сказать? Показать протокол. Люди говорят, что они не голосовали. Ну и что же не голосовали? Я за президента не голосовал. Тем не менее, Путин президент. Что из этого? Все вы крутите, снимаете здесь. Выключите камеру к чертовой матери. То есть протокол собрания жильцов вы нам не покажете? Нет, сейчас не покажу. А когда вы его покажете? Придете, на письменный запрос сделайте, я вам все покажу. А если жилец подойдет и скажет, вы ему тоже скажете, пишите письменный запрос? Да, в течение 10 дней он получит ответ. А не срочно так, да и все. Вот он из-за банки голосования. Голосование у нас было в апреле. А голосование было у нас в апреле. Я сейчас уточнила номер квартиры. Этот номер квартиры есть в данном списке. Люди бланки не получали. Первый раз слышат о голосовании. Поэтому... Поэтому пусть они обратятся в управляющую компанию, придут ознакомиться, если они бланк получали, скажут, подпись это их или не их. Там действительно указана ваша квартира. Вы эти бюллетени получали? Подпись ставили? Нет, никакой подписи я не ставила. И бюллетеней никаких не получала. Не может такого быть. Добавить к вышесказанному можно только одно. Управляющая компания «Юстас» проверку новостей ТВК не проходит. А я напомню, что теперь по четвергам у нас выходит проект «После проверки», куда представители управляющей компании могут прийти и в прямом эфире высказать все, что они думают о нашей проверке, о жителях. А жители могут, в свою очередь, писать СМС-сообщение и звонить в прямой эфир и задавать интересующие вопросы по обслуживанию их домов. Проект «После проверки» смотрите по четвергам в 20.30. А я напомню, что от нашей проверки никто не уйдет. Юлия Мавшич, Виталий Суботин. Новости ТВК. Новости ТВК.